И почему ты еще не на стримах Hellye Play? Так, у нас здесь есть сюжетка, быстрая игра и продолжить быструю игру. А, кстати, что это за реклама Moonwatch у них? Типа игра, которая будет... А, ну, кстати, почему бы и нет, выглядит тоже, смесь Айзека, автошутера и так далее, прикольно. Так, есть еще игры моды, сюжетная, новая игра. Это первый с ним по этой игре, да? В глубоких темных подземельях под Ордерии, молодая крыска ищет сокровища. Там она обнаруживает загадочную реликвию. Это мои крыски. Ага, собственно, бэкпэк мы обнаружили. Так, у нас есть карта, это у нас комнаты, передвигаемся мы сюда. Блядь, как карта? А, это я должен нажать, окей. Окей, так. Переложите все предметы в свой рюкзак, чтобы продолжить. Держивые предметы, вы можете поворачивать его с помощью провокнутой мышки. Блюда. Заряда 2 дает... Хе, 2 энергии. Закончились снаряды, заряды уничтожаются. А, щит. При использовании дает 7 защиты. Нормально, нормально. А, еще меч, погодите. А, меч, он просто валялся здесь. Итак, меч у нас 7 урона просто носит. Дальше. В бою вы нажимаете на предметы, чтобы использовать их. Вы должны победить всех врагов, чтобы продолжить. Многие предметы, в том числе ваш меч и щит, требуют энергии. Когда энергия закончится, вы должны будете завершить ход. Дальше действовать будет враг. О, нифига себе, я думал здесь будет какой-то автофайт. Но, на самом деле, нет. Так. Это, блин, эта смесь, даже, напоминаю, уже Slay the Spire отчасти. Так, 14 брони. А, не показано, что он делает? Ладно. А, почему мы пробиваем сквозь броню? А, он, а, это и есть его ход. Получит 14 защиты. В этом и суть. Эээ, давайте просто его сразу отпиздим. Я схаваю, пока он броню если не долбанул. Так, новый уровень. Эээ, выберите еще 4 ячейки. Ага. А, и за счет уровня мы с вами расширяем наш бэкпэк. Окей. В игре богатый ассортимент предметов. Иногда их количество может сбивать с толку даже героев с рюкзаком. Вы можете вызвать контекстное меню предмета на ПКМ и выбрать информацию. При просмотре карты вы можете навести курсор на ее части для появления подсказки. И теперь вы не запутаетесь в новых значках или модификаторах. Окей. Ну-ка. Ну, как бы. Ой! Блядь. Я что-то скипнул, короче. Ладно. Случайно пока отменял. Проебали что-то. Уже что-то проебали. О! Мы наконец-то можем ходить теперь по обычным комнатам. Так. А по ним, как бы, смысла ходить нет. Там, где нет ивент-поинтов, нет смысла ходить. Здесь есть что собрать. Но это как будто бы хилка. Восполнять пять здоровья. Не, пока не будем использовать. Пойдем сюда. Не против поторговать? Выходя из тени, он поправляет свой плащ. Предлагаю обмен. Ты мне, я тебе. Вы знаете, что это рискало. Получить другой предмет той же редкости. Ну, давай. А давай блюда реально скипнем просто. Чего? Он забирает ваш предмет и вытаскивает из-под плаща другой. О! Это, блядь, был грамотный обмен. Учитывая, что у меня эта хуйня уже заканчивается. Мы получили с вами дубину. Девять урона. Три слабости на врага накладывает. Увеличивает затраты энергии на плюс один на этом ходу. Бля, нихуя себе. Ну, это типа можно добивать. Ну, такое. Ну, такое на самом деле. Окей, ладно. Эээ, погнали. Нихуя трое? Бля, да вы угораете, блядь. Так, ну все они нас будут пиздить. Но энергия и затраты, я так думаю, только на... Увеличиваются только на дубину, мне кажется. Но мы сейчас можем как сделать? Вот так? Да, только на дубину. Окей. Шотнем ее и долбанем себе брони. Чтобы хоть как-то затерпеть. Вы можете видеть, что планируют враги над их головами. Наведя на них курсор, вы сможете узнать еще больше. Когда враги планируют атаковать, вы можете использовать свой щит, чтобы набрать защиту. Защита оберегает вас от получения урона, поглощая его. Так, этот броню стакнет. Так, этого мы не убьем. Мы ему максимум 21. Давайте по-любому броню и пару раз его шотнем. Че он делает? Планирует сбежать? Ах ты, мудло. Нет, мне нужен опыт. Ладно, опять терпим урон. Кстати говоря, на один ход дается броня. Ой, бля, это ошибка, пиздец. Я забыл, у него броня была. Я хотела бы шотнуть. Ну ладно, надо было двое этого долбануть и все. Новый уровень. Вот так, расширимся. Забрать награду. Так. А я тогда, кстати, не забрал. Я, 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 наверное, закончил выбор, просто нажал. Так, дает две энергии, отнимает три у вас. Так, при использовании три урона всем врагам накладывает шесть яда на всех врагов. Уничтожается. Блядь, ну куна, это пизда-то выглядит, только уничтожается. Оружие по соседству получает 31 к урону. Опа. Ноль энергии, можно применить один раз за ход. Вот, наложить три урона всем врагам. Блядь. Вот это, вот это охуенно на самом деле. Да просто, просто фри три урона. Ну ладно, давайте, ладно. Я поведусь на... А, я могу... А, нихуя себе, блядь. Четыре урона всем. Давайте вот так вот, только восемь. Нет, даже вот сюда десять, чтобы, так сказать, шотнуть на десять. То есть я могу все это забрать, блядь, что ли, или что? А, нет, больше нельзя. Так, ну давайте дабку на это возьмем. Блин, прикольно. Приколдэс. Так, пойдемте захилимся. И пойдемте пиздиться. Так, сейчас нормально? Сейчас, смотри, нормально все. Гагадевка? Ну, как будто бы. Как будто бы девка. Так. Сразу вот так фри. Сюда вот так вот. Семь защиты. И вот так. Перетерпим весь урон. На изичах. А, я каждый ход могу эти фри юзать. Охуеть, мачете на самом деле. Это, это, это ебать, блядь. А почему дубина опять за один? Ммм, забавно. Так, ну она один хуяль. Получит четыре регенерации. На самом деле посрать. Мы его запиздим, а один потерпим. Пусть, пусть регенит ему это нихуя не даст. Бля, мачете, оказывается, каждый ход. Я думал, один раз за пизд... Опа! Так, можно использовать только при ожоге. Накладывай два ожога на всех врагов. Так, у нас появился подсолнечный шифт. Может быть, один раз за ход. Для каждого солнечного света. Увеличивают урон на плюс один. При использовании два урона. Блядь, вот это, конечно, заебись тоже. Тем более один слот. Блядь, вот это мы будем нормально. Если казнит врага, накладывает на вас пять ожога. Схуяли, блядь. При использовании девять урона. Ну, это типа комбинацию можно такую замутить. Свою защиту на один. Увеличивает. За каждую ячейку снизу. Двадцать пять защиты уничтожается. Блядь, броню взять. Займи элементы брони по соседству. И диагонали получает последний к защите. Дает пять защиты каждый ход. Блядь, ну охуеть. Но это на самом деле можно щит, нахуй, блядь, просто убрать. К чертовой матери. Блин, ну комплектоваться бы, конечно. Так, дубину пока сюда. Это мы... А, кстати, мы же можем... Не понял, почему? Подожди. Почему я не могу сюда? По соседству. Ну, так, блядь, есть же место. Постой. Хм, интересно. А если так? Блядь, а так можно, а так не переложить. Он типа сам как бы кладет вот сюда. Так, ладно. Вот это интересная ситуация. Это надо сделать по-другому. Давайте раскладываться, короче. Давайте раскладываться. Так, нас интересует, на самом деле, наверное, плюс урон на вот этих вот фришках. Да хули ты вверх постоянно ставишь себя, ладно? Вот так вот. Окей, сойдет. Мы даже можем сюда еще дубину долбануть. Вот так вот сделать. Так. Окей. Я бы взял броню. Взял бы вот это. А вот это не дает, а? Тогда, может быть, это не брать. У вязкой розы есть шипы. У этой особенно. Дает шип один каждый ход. Ну, кстати, тоже нормально. Бля, меч сюда уже не вместится. Ну, вернее, вместится. Он тогда дубина будет без бафа. Вот так вот, да? Щит-то получается выкинуть. Че? Пять защиты дает. Защита плюс один дает. И увеличивает на один. То есть шесть защиты каждый ход. А, у него свойство летучий. А, он поэтому вверх поднимается. Нихуя себе. Я, наверное, и щит дропну. Я, наверное, возьму розу. А, больше нельзя брать предметов. Ну, и хуй с ним. Я щит нахуй выкидываю туда. А, может быть, он останется, этот щит? Может быть, он не выкинется, блядь? Сундук с сокровищами. О, там был выбор, понимаете? Туда или туда. Ебать, блядь. Еще одна броня. Пизда. Я могу две брони использовать? Ну-ка. Просто ради интереса. Да, и они друг друга бафают. Бля, нихуя себе. Так, чат, погодите. Это надо... Это надо, да. Так это надо подумать, блядь. Блин, жадность ебаная. А что делать-то? По-моему, дабл броня звучит ебать имбово. Вам не кажется? То есть, по 12 брони плюс еще один по 13 брони... Ну, это вообще-то заебись, блядь. То есть, нам придется что-то выкинуть. Нам либо меч брать, либо дубину. Ну, давайте, ладно, меч. А это все выкидываем. Нельзя мачета повертеть. Да можно просто, блядь. Туники жирные, пиздец. Ну, ладно, я, наверное, и так и пойду. Выглядит пока охуенно. Планк-капкан, блядь. Норм, но 4 слота. Ну, блядь. Посмотрим, что из этого будет. Потом будем ставки делать, ребят, на забеге. Так, не против поторговаться? Получить предмет другой, такой же редкости. Ну, на самом деле, я никакой предмет не хочу... Предложение еще в силе. Сюда можно будет зайти. Я никакой предмет не хочу сливать ему сейчас. Потому что, в целом, меня все устраивает. Так, здесь есть что собрать. Здесь есть что собрать. А здесь, вот видите, разделение будет. Ну, давайте через битву, наверное, покачаемся заодно. И посмотрим, что там собрать можно. Ебать, 15 брони? Да это пиздец. Нахуй, на. На. Да я вообще на Чили на расслабоне, блядь. Пфу, блядь. Да они охуевают. А, это, это, это... Он же на меня ожог хуярит, блин. Да это, блядь, я охуенную имбу собрал просто только что, блядь. Пиздец. Так. Ага, да-да-да. Окей, забрать награду. Охуеть, блядь, да это не вместе. Разве что в жопу вставлять. Увеличивают урон на минус 3. Если есть оружие по соседству. При использовании 4 единицы всем врагам. Ну, блядь, нет, ради этого я не буду брать слот. Однако здесь имба проглядывается с шлемом, смотрите. Увеличен. Бля, ебать. Короче, может шлем взять и вот сюда пиздануть. Еще есть вот такая броня. Так, а здесь элементы брони по соседству и диагонали. Диагональ? Это вот так вот. Так. Оружие по соседству получает 1 к урону. Бляаа. Ебать, а если мы выкинем камень? Ебать. Допустим, возьмем эту хуету. А это что? Обеспечит солнечный свет соседним предметом. 7 урона. Накладывая 2 яда на врага. При этом минус 1 к урону на этом ходу. Но это этому... Этой хуйни. Блядь. Короче, вы поняли мой план? Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Так, элементы по соседству и диагонали. Соседству и диагонали. Так, соседству это вот эти. Диагональ это вот так. Получает призрак защиты. Оружие по соседству получает 1 к урону. Блядь. Так, окей. Пока, наверное, так до расширения. До расширения. Так. Так. То есть они бафаются. Бля, меч тогда скипается. И... А, ну он летучий, блядь. Ну, походу, вот так. Блядь, я жадный. Я не могу. Что делать? Тят, что делать, блядь? Блядь, даггер еще кривой, как мой хуй. Интересно, их можно будет как-то грейдить эти все вещи? Мы вот так можем сделать? Ну, типа, мы убираем деревянный меч? Я не знаю. Ну, давайте я рискну. Когда уничтожается, заменяется пустой кружкой. При использовании исполняет 10 АЗ, уничтожается. Ну, давай. Ебать. Ну, это, конечно, жестко сейчас я делаю. Я очень рисково делаю. Но, в целом... Плюс 1 урона здесь будет. Да. Плюс 1 урона от этого. Плюс броня. Бля, ну, вроде бы, должно быть просто... Несмотря на то, что у нас это, должно быть заебись. 5 золота. 5 золота. Мы, кстати, могли обменять пойти, перед тем, как сбросить предметы. Я об этом не подумал. Это мисменеджмент, ребята. Это мисменеджмент. Надо вот этого душить. Хотя, давайте задушим сначала вот это говно. 22. Ну, блядь, я вообще... Мне похуй, блядь, максимально. Блядь, да мне вообще поебать. Урон, конечно, хуета, блядь. Но... Блядь, но вообще... Блядь, расширить надо сундук. Вот, блядь, нам одно оружие нужно. И всё. И будет вообще имба. Блядь, мне вообще посрать. Я чисто... Чисто, блядь, танк, понимаешь? Я танкую ебалом, блядь. Рассортируйте предметы, чтобы забрать это сейчас. А, нихуя себе. Здесь дубина каким-то хуем, блядь, у меня валяется ещё. Это, конечно, ковыряло бы, блядь. А, здесь предметы появляются, смотрите. Блядь. А, я не могу вы... О! Рассортируйте предметы сейчас, чтобы забрать это, блядь. Ну так, а как, а как, блядь? А как, а как? Сортировать. Пожалуйста, однослу... Закончить сортировку. Вот это... Это я, да. Это я, конечно, да. Наносит 5 урона. Софир плюс 1. Так. Казнит врага непризванного. Увеличивает урон на 1 в этом бою. Ну, только в этом бою. На, нахуй, на, нахуй, на, нахуй, блядь. Опять лак был? Ой, блин, сейчас. Давайте ещё поменьше сделаю. Битрейд. Забрать награду. При использовании 4 урона. Но у нас пик выйти, сак. Блядь, я надеюсь, здесь можно будет грейдить оружие как-то. Ключ. Снаряд триядный. А, уничтожается. Блядь, ключ бы нам нужен был, наверное. Ну ладно, походу мы здесь нихуя не берём. Торговая палатка. Неизвестное событие. Пойдём. На его груди один единственный цветок. Этот эпоссум лежит здесь уже несколько дней, бедолага. Помолиться за него, обобрать его тело. Да у нас места нет, помолимся за него. Вы преклоняете колени, чтобы помолиться за него. Он открывает один глаз. Никто я никогда ещё не делал мне ничего хорошего, говорит он. Ты здесь за тем, чтобы просто обобрать меня? Он делает вам подарок и ложится обратно. При использовании двигается вверх на одну ячейку. Оружие по соседству получает плюс шесть курона на этом ходу. Аааа, блядь. Ееее. Вы чё, угораете, блядь? Серьёзно? Хочешь взглянуть на новинки? Ну, блядь, на самом деле нихуя не надо. Извини, братан. Блядь, я надеюсь, есть great оружие. Это, блядь, очень важно. Ну охуеть, папаша. Кольцо. Даёт удачу. В конце боя даёт удачу. Да у нас, блядь, места нету. Лагать не плеер твича, а видео, аудио при этом не лагать. Да, ребят, блядь, битре... Ээээ, сервер твича не выдерживает про... Теряются кадры. Выдумывают, блядь, чё-то сидят. Дроп не один шлем. Не хочу я дропать шлем. Кто-то знает? Нет, здесь можно будет грейдить предметы, как, например, в Backpack Battles или как-то так. А, ребят? Понятно. Ладно. Ладно, ща пока первый забег такой. Посмотрим. Не играл, не ебу. А это босс, блядь. Подожди секунду, я это узнаю. Это потерянный медальон моей мамы. Он может иметь подсказку о том, где она находится. Это собственность короля. Это мое. Все предметы подземелья принадлежат ему. Если ты этого хочешь, тебе придется за это сразиться со мной. С тобой, блядь. Нельзя использовать прямо сейчас? Схуя ли, блядь. А, двигается вверх на одну ячейку. А, блядь. Понятно. Наебали. Надо будет рассортироваться. Ну, короче, надо будет это. Блядь, мне вообще поебать максимально. Оно принадлежало твоей матери. Внутри что-то есть. Но только твоя мать знала, как это открыть. Ну, блядь, здесь придется реально шлем дропать. Да, двойку никак не сделаешь. Ладно. Сыр. Уникальный. Продается за 25 дополнительной еды в Баулом Кургане. Продается за 25 дополнительных сокровищ в Баулом Кургане. Блядь. Ну, у меня похуй. У меня нет места. Конверт дропай. Нет, конверт на самом деле очень нембовая тварь. Опа, нихуя себе. Это что такое? Судя по первому переману, кошелек вот и ты. Почему тебя так долго не было? Я исследовал подземелье. Мы об этом говорили. Ты обещал оставаться только возле входа. Я нашел там этот потрясающий рюкзак. Это позволяет мне исследовать глубже и вернуть больше вещей, чем когда-либо прежде. Кроме того, мы не можем восстановить город тем, что найдем в лесу. Может так, но нужно ли мне напоминать тебе, насколько там опасно? Я помню. Я знаю, что это опасно. Но кто-то должен что-то сделать. Возможно, я наконец смогу изменить ситуацию. Там бандиты, королевская гвардия и черт знает что еще. Все-таки папа. Кто-то должен что-то сделать. Это то, что сделала бы мама. Твоя мама тоже знала бы, что нужно быть осторожнее. Я буду осторожен. Ты прав. Мне жаль, папа. Я постараюсь быть осторожнее, но я должен это сделать. Думаю, все. Кажется, нас тоже не убедить. Просто пообещай мне, что будешь осторожен, кошелек. Кошелек, блядь. Папа, я кое-что нашел в подземелье. Я думаю, это мамин медальон. Я видел там одного из королевских капитанов. Я думаю, он мог быть там в тот день, когда маму забрали. Дай мне его увидеть. Это был медальон твоей матери. Я узнаю это, конечно. Она нашла это в темнице и всегда утверждала, что это магия, источник ее удачи там. Я помню, что у нее был какой-то способ открыть эту штуку, но для меня это всегда было испытанием. Черт возьми, я не могу получить эту штуку. Возвращайся ко мне в следующий раз, когда будешь рядом. Я разберусь с этим. Ну, здесь перевод говно, конечно. Черт побери, медальон. Ты выглядишь грубо. Вы попались на старый трюк. Рак-отшельник в сундуке с сокровищами. Я только что вернулся из темницы. Я полагал, я всегда знаю, что ты был там, когда старый Луи начинает расхаживать по въезду в город. Не хочу, чтобы его беспокоить, но там столько всего, что может помочь восстановить город. Но подземелье продолжает меняться, и я не могу проникнуть достаточно глубоко. Там сложно. Моему брату базу потребовалось годы, чтобы добиться какого-либо прогресса в своих исследованиях. Привет, Серега, как настроение? Да так себе. Меня, блин, завтра попросили выйти на работу в выходной. Надеюсь, до семнадцатого успею... Успеем основную долю работы выполнить, и я съебусь домой играть в комп. Недавно решил вспомнить детство, скачал на комп X-Blade. Сейчас пиццу кушаю. Что ты ел? Пюре с креветками в сладком соусе. Я не знаю, как моя мама его сделала. Да, правда, был чем-то особенным. Я действительно скучаю по ней. В любом случае, ты нашел там что-нибудь хорошее на продажу. Я нашел этот волшебный рюкзак. Это позволяет мне носить с собой много вещей. Как насчет рюкзака? Это продается ни за что. Этот рюкзак позволяет мне носить с собой самые разные вещи. Ну, если ты принесешь еще что-нибудь, мы сможем его выбросить и продать. И если бы у нас был магазин... Блядь. Где можно было бы его продать? Почему бы нам не удалить старый магазин? Мы можем получить от него некоторые ресурсы. Следуй за мной, я покажу тебе, где это. Короче, здесь сюда деревню, это... Нихуя себе. Стой. Ух ты, вы уверенно быстро сделали это. Старый магазин на слом. Вот чертеж нового. Сможете ли вы это сделать? За каждое ближайшее торговое сооружение 5% эффективности. Нихуя. Для постройки потребуется несколько ресурсов. Но их вы получите, когда сдадите старый магазин. Вам следует открыть новый магазин прямо сейчас. Мы открываем новый магазин прямо сейчас. Так, стоп. Блядь, нихуя себе. Здесь все просто в говнище разъебано. Ну ладно, давай прямо отсюда и начнем. Че? Продавай вещи здесь, собирай ресурсы, чтобы расширить боулов курган. Угу. А, кстати, сыр-то, блядь, у меня остался. Бля, конверт можешь сэсселить реально. Ну, бля, он выглядит так заебато. Надо с ним какой-то билд сделать. Сообщите, что вы построили магазин. Я построил магазин. Когда я сказал, что вам следует построить магазин, я имел в виду, что это произойдет в течение следующих нескольких недель. Как ты это делаешь так быстро? Именно этот рюкзак я нашел. Я могу поднять, переместить, перевести и организовать все, что угодно. Даже здесь. Это меняет все. Благодаря тому, что вы можете сделать сейчас, я думаю, мы действительно можем восстановить деревню. Начну выстраивать магазин как торговый пост. Вам следует вернуться в темницу и найти больше припасов. Этот рюкзак нечто другое. К приключениям. А, нихуя, еще персонажей у нас здесь пять штук. Энергичная крыска из бедной деревушки в Окширском лесу. Она хочет покорить подземелья, восстановить деревню и спасти свою семью. К приключениям. Завершенный. Так, стандарт. Обычная вылазка без особых настроек. А это завершенный. Так, у нас здесь тоже награда сыр. К приключениям. А, не, нихуя. У нас нихуя нет. Подожди, так я мог все продать, получается? Ну, это они, конечно, охуенно объясняют. Я вам скажу, пацаны. Ну, ладно. Объяснение, конечно, на высшем уровне. Тут ничего не скажешь. Так, десять. Ну, реально, это, конечно, блядь. Так, восемь. Давайте, один урон мы потерпим. Так, вырубаем этого пацана. Некоторые враги будут создавать угрозы, заставляя вас добавлять их в рюкзак. Их можно размещать в пустых ячейках или поверх предметов. Будьте осторожны при их размещении. Эти особые предметы накладывают отрицательные эффекты, а любой предмет, полностью покрытый угрозами, будет недоступен. Угрозы пропадут в конце боя, если вы до него даже блядя. Ебать, блядь, он обоссал мне чем. Нихуя себе, он реально... Чё, блядь? А хули так много? Слышишь, жижу истей, как по соседству. Ебать. Вот это, кстати, усложнение такое. Неприятненькое, я вам скажу. Реально соплю и напердел на меня. Этот предмет можно использовать в баулом кургане. При использовании дает 12 защиты. Накладывает на вас 3 ожога. Бля, не в пизду. При использовании предмет позади уничтожается. И нахуя мне это... Накладывает 3 ожога на врага. Наносит 3 урона. Уничтожается. Блядь, хуйню одну дали. Ну, блядь. Давайте вот это говно-то заберем. Дает 25 защиты. Давайте поушен возьмем. Дает одну удачу, дает одну энергию. Уничтожается. Интересно, что влияет удача. Ладно. Закончим. Две хилки возьмем со мной. Кучат, Кустример. Всем хорошего вечера. Так, пока здесь не пойдем никуда. Вдруг нам хилка понадобится еще. Пойдемте так. Пока непонятно, куда идти просто. Так. 14. И въебал. Можно схавать. И схавать. Вот так вот сделаем сразу. Чтоб не душиться. Так, сейчас у него броня будет. Мы просто перетерпим. Даже смысла атаковать нет. Там все, броня. Так. Давайте пока так расширяться. Вот оно, наконец-то. Затупленный нож. Три заряда всего. Восемь урон. Так, так. Ой, 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 ой. При использовании наносит 4 урона. Так, а этот у нас, ну, 7. Ну, нет смысла. Какое нахрен нам нужен? Один раз. Можно применить один раз за ход. Накладывать на вас одну яд. Один яд. Оружие в этом ряду получает плюс 3 яда в этом бою. Блядь. Ну, вообще-то вот это классно. Даже несмотря на то, что нам яд накладывает. Ну, не хотелось бы, но... Используйте, чтобы изменить выпавшие награды за бой. Если использовать иначе, уничтожается. Изменяет наград за бой. Так, когда берется, увеличивает хп на 5. Когда убирается, уменьшает. Ну, плюс 5 хп. Ну, здесь, понятное дело, нужно броню брать. Так, а он на щит же не работает, да? Так, ну, она чего дает? 5 защиты. На самом деле, щит можно нахуй выкинуть. Щит можно нахуй выкинуть. Так, ну, наверное, тогда возьмем меч на 0 урон. Ну, на урон, чтобы за 0 был. Реролл наград. 5 хп. Давайте реролл наград возьмем. Хотя, можно, по идее, щит попробовать сохранить, да? А, не, не получится. Щит мы никак не сохраним. Ну, да. Ну, на самом деле, он нам нахуй не всрался. Ладно. Будем за счет брони сейчас просто чилить. Так, пойдем, там какая-то хуйня. Есть что на обмен? На обмен. Да нет. Пока нет. Пошли к сундуку. Продается за 20 дополнительных сокровищ в Балункургане. О, смыть, что я нашел. О-ля-ля. Так, погоди. Блин, вот здесь, конечно, прям требуется расширение. Расширение территории. Вот так вот я намансил. То есть, мы получаем с вами и урон, и броню, и вообще. Дает 8 ловкости, накладывает 2 слабости. Наносит 5 урона, дает удачу, уничтожаются. Так, ладно, это в жопу сразу. А, ну и в принципе, че? О, реролл награды давай. Ну, хотя... Давайте лучше силку, наверное. Погоди. А, ну да, если сейчас уйду, то мне обменивать все мне нечего будет. Так, ну хп нам не нужно, пойдем попиздимся тогда. Лови. Че это он делает? Ничего не делает. А этот собирается на нас, мы сейчас его убьем тогда. У него вообще какая-то бомба, блядь. А, ну понятно, че он будет делать. Он, блядь, нас потом выебит. Взорвется. Как шахит. Защиту на 1 дает 1 защиту. Дубина. 2 энергии. Оружие по соседству получает плюс 3 урон на этом ходу. Но это использовать надо. В целом это неплохо. Давайте, кстати, рероль. А, я реролл не взял. Ну да. Бля, вот это в целом неплохо. Можно хилку, например... А, мы сейчас ее использовать не можем. Мы ее использовать не можем. Так, если мы вот так подвинем. Вот так получим бафы. И аксессуар можно вот так вот долбануть. Сюда вот эти вещи. Ну а тут, в принципе, закончить выбор. Хилку оставляем. Пойдем. Да, это пока небольшие, видите? Приключения. На 2 и 3 только. А, нихуя себе, блядь. Это говно еще... Это вообще невыгодно. Это виздец. Оно энергию стоит. Блядь. Это фейл. Это был фейл. Потому что он дает 3 урона. Но за эту же... За эту же энергию можно 7 урон нанести. Это... Да. Я думал, она бесплатная почему-то. Да. Тем более, он дает на 1 ход только энергию. Ну то есть, это вообще полное дерьмо. Если бы он давал на битву. То есть, ты его используешь. И он как бы тебя забафывает на битву. Да. То есть, это... Это меняло бы ситуацию. Но... Ну ладно, мы его обменяем, если что. Так, давайте расширим, наверное, вверху. Наносит 4 урона, когда тесак казнит врага. Непризванного. Восполняет одно здоровье. Так, оружие по соседству, шипы. Ну в целом, вот шипы можно взять, оружие по соседству. Почему нет? Так, тогда надо как-то, блядь, опять рассортировать всю эту хуету. А, ну да, он же летучий, блядь. Ну, это хуйня. Да, это хуйня. Лучше так. Так, здесь забафано это. Точило, можно в целом от него отказаться. Так, возьмем розу. Еще два места есть. Ну, ладно, давайте точило заберем обратно тогда. Продадим его. Этот нам не нужен. Червовый тесак. Кольцо можно взять. Пока так. Потом расширим, у нас будет баф на оружие с двух сторон. Такс. Торговая палатка и... Какое-то сокровище. Ну, давайте попиздимся. Угу. Вот это вообще неприятный. Выебали мне. А, ебать нихуясь, он еще и съебался. Так, еще мачете. При получении урона дает две ловкости. А, он умер, кстати, он не съебался. Он же от шипов, наверное, умер, да? Когда уничтожается, наносит 20 урона всем врагам. Так, еще броня. Ну, броня слишком жирна. На самом деле, 12 урона врагам всем. Ладно. Пять опыта. Так, а мы в лавке можем продать говно всякое? Ну-ка. Перетащи для продажи. О, нормально, продали. Продали. Это летучий предмет. Для каждого солнечного света увеличивает свою защиту на 3. Дает одну защиту. Для каждого солнечного света. Ну, у нас солнечного света нет на предметах. За каждое проклятие по соседству дает одну энергию. Проклятия тоже нет. Наносит две урона. Дает удачу, когда казнит. На вас четыре яд, накладь пять яд на врага. Создает летнюю вещь. Летнюю вещь? Ну, даже интересно. Так, ладно. Давай попробуем использовать. Ладно, здесь мы не можем это сделать. Так. Солнечная панель. Обеспечивает солнечным свет предметом в этом ряду. Ага. Теперь они у нас все солнечные. Необычная, кстати. Так, этот пока ничего не делает. Окей. Отлично, сдох. Опа, удача. Удача и удача. Щиты по соседству получают плюс один шип. Оружие по соседству получают минус один курон. Блядь. Подожди, щиты именно? Или в смысле... Ммм, подожди. Да, именно щиты. Не броня и так далее, а именно щиты, ребята. Эй, стример, пошел нахуй, блядь. Почему такое неуважение к моей персоне? Объясните, пожалуйста. Я к вам нормально отношусь, а вы ко мне как кудаку. Щиты броня разные вещи. Да ладно, блядь. Так, это предмет тяжелый. За каждую структуру по соседству или диагональ увеличивает свою защиту на один. Структуру, блядь. Так, а у нас структуры нет. У нас... Ну да. А это чё? Легендарная. Проводник. Каждый ход отнимает две маны из сети. Какой сети, блядь. Используются предметы по соседству. Если нет маны, сети уничтожается. Да, блядь, у нас нет маны. За каждую угрозу увеличивает свою защиту на... Блядь. Если есть оружие по соседству, увеличивает урон на минус три. Так, ну понятно. Сам по себе четыре урона. При использовании 10 урона накладывает на вас три яда. Блядь, шо за хуйня одна? Пиздец. Реально говнище ёбаная. Кто такие предметы, блядь, сыпет? Я понять не могу. Помолимся. Чё-то у меня там, блядь, пять хп завегенил или чё-то такое. Так, сундук. Что мы имеем? Потное полотенце. Ну понятно, ожог накладывает нахуй. Эта хуйня тоже говно. За каждый предмет снизу увеличивает свою защиту на два. При получении урона предмет снизу недоступный на один ход. Ой, блядь, идите нахуй. Применить за ход. Два урона наносит. Ну если сюда поставим, будет три, даже будет четыре урона. Можно избавиться от шипов, будет эффективнее. Будет четыре урона наносить. Хотя в целом можно дропнуть, наверное, вот так. Вот хп, блядь, взять этот всё равно. Шипы. Пойдём. Да нет смысла сейчас торговаться с этим челом. Я ж не знаю, какие мне предметы будут упадать в следующем сундуке. Поэтому я не знаю, с чего избавляться. Когда прям объективно говно какое-то, это одна ситуация. Ебать, королева, сука, пчёл. Планирует призвать врага. Ну понятно, эта пизда будет призывать постоянно. Поэтому мы не будем с этой хуетой церемониться, блядь. Будем перетерпивать урон. О, блядь. Вот так вот нахуй. Она сейчас ещё себе 8 брони бледина даст, блядь. О, ебать, это хуёво. Блядь, она всем дала 8 брони. Вот теперь я немного жалею. Ну, что мы избавились, блядь, сами знаете от чего. Блядь, ну я сейчас, наверное, я сейчас выживу ещё. Блядь. Так, а чё он умеет делать? Предметы позади фиксируются на два боя. А, да это похуют на самом деле. Да похуй вообще. Всё, вам пизда, блядь. А, блядь, мне же ещё этих надо ёбнуть. Чё он хочет? Сбежать, блядь? Ты чё, охуел? Да не, я не просчитался. Всё хорошо. Новый уровень. Ну, они зафиксированы. Окей. Сундук с сокровищами. Сырок. Тут всё, ничего нет. Изи, разъебали. Так, ебать заданий. Пойдёмте сразу продавать. Понятно, да? Сразу продаём предметы, естественно. А это не может быть продано. Так. Ну, ты снова вернулся. Так, давайте ставку на забег. Вот сейчас будет непонятно. Пройдёт? Эээ, забег. Да? Нет. Теперь вы знаете, как это работает примерно. Ты никогда не перестаёшь ходить туда, не так ли? Никогда. Я не могу, папа. Я рождён для приключений. Ты всегда был таким же, как твоя мать. Если бы не твоя больная... Если бы не моя больная нога... Эээ... Кинг призвал бы меня в армин. И тогда ты останешься совсем один. Кошелёк. Если с тобой что-то случится, после потери Прады, я не думаю, что смогу жить здесь без тебя. Я тоже. Мне жаль, что я беспокою тебя, папа. Но ты знаешь, что я должен это сделать. Я знаю, перс. Перс, блядь. Ебать, а я перс или кошелёглин? Библиотекарь прибыл на дежурство. Мне сказали, что... Хаверсакхилл становится лобленно большим. Но библиотеку прежнему нет. Нам нужно что-то изменить. Исследовать издание. Так. За каждое ближайшее торговое сооружение 5% эффективности. Библиотека. Как только вы его построите, мы действительно сможем узнать много нового об истории этого мира. И это я также должен упомянуть, что я эксперт по многим языкам, на котором пишут в Ардении. Если вы найдёте что-нибудь, что нужно перевести, это должно быть помечено как элемент лор. Принесите в него мне, и я свободно переведу вас для него. Для вас, вернее. У вас есть что-нибудь, что я могу перевести? Так. Просто исследование. Ах, вот это и есть что почитать. Так. Флавкай. Всегда участь, всегда стремясь расти. Флавкай изучает шарик древнего свечения сока, освоив магию, их силы уже раскрылись. Кай вора. Обвиняли лягушки, швыряли. Но в случае быстро лягушки жестковатые горе лягушек. Я добавил перевод. Хуёвый перевод какой-то, блядь. Где баннер ГТРП? А. Все. Какой-то хуёвый, блядь, перевод, да. Она делает. Что-то её услуги мне... У вас есть что-нибудь ещё, что я могу перевести? Да нихуя. Пусть страницы вашей жизни будут наполнены знаниями. Так, а я могу снести вот эту хуйню? Слишком мало населения, соберите больше животных. Животных, блядь, надо собрать. У меня, блядь, весь чёрт животные, нахуй. В смысле мало населения, блядь? А. Так, торговое здание. У нас вот это вот торговое здание, и мы можем здесь построить библиотеку. Не хватает золота? Недостаточно золота. Вы внесли свой вклад в мою компанию постмэра, ты баллотируешься на постмэра, у нас есть мэр. Ещё нет, мэрка Вилсвиш младший и собираюсь стать вашим следующим мэром. Мой отец, лорд Вилсвиш второй, был мэром Хаверсака до того, как он пришёл в упадок. Вот это время, всё это время я ждал возможность заявить о своём проворотстве. И теперь, когда мой город выздоравливает, я вернулся. Да, вы прошли через все приключения, сражения и рискнули своей жизнью, но кто-то должен справиться с истинными рисками. Голосующая публика. Первое, что мне нужно, это небольшой пожертвование. Скажем, 10 сокровищ. У тебя есть какой-нибудь сокровищ, который я могу получить, мне нужно около 10. Ну вот, фантастика. Теперь я буду считать себя настоящим мэром. Пожалуйста, пристегните мне. Конечно. Я повторю за тобой. Всякий раз, когда ты будешь готов. Я не думаю, что я знаю клятву. Это происходит следующим образом. Я, перзаскатель приключений, поселение настоящим, приношу присягу мэра к Вилсвишу младшему и должным образом подтверждаю титул мэра его. Поэтому сейчас я называю вас, назначаю вас мэром-мэром к Вилсвишу младшему. Мэр-мэр, ваше имя мэр, это мое право по рождению. Это и фамилия. Что касается тебя, я вижу, что ты хорошо подготовлен к управлению этим городом. Позволь мне помочь вам. Вы можете построить столько таких, сколько захотите. Так, сельскохозяйственные здания. Создайте еду, пока вы в подземелье. За каждую соседнюю плитку сельскохозяйственных угодий плюс 2% эффективности. Пока вы путешествуете, фермы будут производить еду. Дом. Резиденция. А дома привлекут новых жителей. Однако мы не можем расширяться вечно. Затраты будут расти. Так, я могу построить дом. И могу построить ферму. Так, надо понять, где будет ферма. Здесь будут торговые здания. А фермы давайте где-нибудь, блядь. Да, вот где-нибудь здесь 9 сот, пусть будет ферма. Ой, нет, это ошибка, блядь. Поняли, да, почему это ошибка? Потому что у нее есть территория, на которую она влияет. Что я построил? Этот, блядь, этот дом. Во! Отлично! Так, и дома. Чтобы не мешали. Не знаю, домам типа похуй, где быть, я так понимаю. Не хватает золота. Ну, все нормально. Подожди, а вот эту хуйню я могу убрать? Нет. Мало населения, я нихуя не могу сделать. Так, тут еще какая-то хуйня. Вещь, которую вы приносите, всегда продаете. Там можно найти удивительные вещи. Если хотите, вы можете хранить вещи и вещи, но я рекомендую продавать как можно больше. Может быть, если мы продолжим продавать вещи, зайдет кто-нибудь, кто что-нибудь знает о маме. Это могло случиться. Конечно, если вы зайдете поглубже подземелья, это тоже поможет. У меня есть мощное оборудование, я могу начинать с этого. Доставка энергии. Вы начинаете вылазку со следующими предметами. Ого, блядь. Вылазка завершится после посещения области 1. Награды. Ух ты, блядь. Используйте его, чтобы пойти как минимум 3 этажа подземелья и получить награду. Нихуя себе. Так, чат, больше лагов не было? Так, приключения. Так, доставка энергии. Доставка энергии, чат. Так, мы начинаем с предметом, который пососедствует в диагонали. Этот предмет недоступен. Каждый ход дает 1 энергии. Ого. Щит, 8 защиты. И, ну, меч, щит, как бы стандарт, только не размер другой. А получим мы с вами искра потерь, а также рок изобилия. Поехали. В этом мы еще не были подземелья. Так. Если есть предметы по соседству или диагонали, этот предмет недоступен. А, блядь, нихуя себе. Понятно. Ладно, вот так тогда. Так. Сундук с сокровищами. С него и начнем. Так, ну, видимо, временно у нас не будет работать эта хуйня. Но ничего страшного. Создает вещи вот это вот. Отлично. Так. Здесь можно что-то собрать. Там деньги, наверное, да. Деньги. Так, события. Ух ты! Возраст отчетливо читается на его морде. Из-под кофты торчит запущенный седой мех. Давненько я ничего не готовил. Угостишь старика, а я тебе свой тесак подрю. Обменять еду на тесак. Бля, ну давай хуй с ним. Отлично выглядит. Говорит, она и без задней мышцы проглатывает блюда за секунду. Прекрасно. Держит за свои труды. Все равно мне он больше не понадобится. Он протягивает вам тесак. Мне просто интересно, что там за тесак. Блядь, просто... Я думаю, там исключительный тесак будет. Тут крутой, блядь, тесак. Бля, вот хуета. Ну ладно. Опять наебали, блядь, меня. Ебаный хуй. Опять наебали, деда. Может, с музоном от чатика? Не. А, дубина, я понял. Дубина становится дороже только на этом ходу. Поняли? На том, который мы применили. А так, как бы... А так она обнуляет стоимость свою. Вот так это работает. Ничего себе. А что это у меня так 2 ар-левела дали сразу? Да, это жестко. Так, ну это бесполезная хуйня. Мы ее обменяем. Потом, я не знаю, продадим. Накладывает 3 ожога на всех врагов. Накладывает 2 ожога на вас. Да не хочу. Почему, блядь, обязательно на меня накладывает ожог? Можно применить 1 раз за ход. Наносит 2 урона. Заточка, блядь. В путь. Давайте ключ. Возьмем. Использует только при ожоге. Восполнять 12 СЗ. Уничтожается. Бля, жалко, что она уничтожается. Так, ну это хуйня. Это мы забираем. Это мы тоже возьмем. В целом, все. Так, пойдем пиздиться вниз. Ебать, блядь. А что так жестко-то? Бля, здесь предметы... А, ебая. Лоханулся, видите, вот эту хуйню? Опять дед лоханулся. Планирует украсть 11 золота. Ты охуел, блядь? До свидания, блядь. 11 золота нахрен точно украсть. Так, нам сейчас надо с бомбой что-то делать. Сейчас мы ее, кстати, не ебнем, бомбу. Поэтому возьмем броню. Вот. Все, 25 урона он собирается мне нанести. Надо, кстати, тесаком было добить. И получили бы с вами реген. Так, 7 урона, да? Ой, дед, ну ладно вам, чат-то. Сейчас раскликаемся, будет получше. Так, 4 урона, да? Ладно, не добьем. Рыба, блядь, необычная. Восполняет действие АЗ, дает 5 ярости и... Бля... Используется только на предметах. При использовании уменьшает все ваши статус-эффекты на 100%. Предмет позади уничтожается. И это уничтожается. Да, блядь, какая-то хуйня просто, блядь, лютая. Давайте вот это возьмем, за нем, блядь, предмет света. Броню. Ээээ... В остальном, наверное, поебать. Так, использовать можно только в бою. Пойдем. обеспечивает солнечный свет предметом ниже хорошо так держи держи давайте зайца начнем ковырять непонятно что он делает а он планирует сбежать но мы с ним мы его помню убьем я могу лишь 8 урона пропустить но ёбнуть зайца как бы пожадничать ну а ну нет мы не пропустим у нас же это броня стакается так но так давайте сверху при использовании 10 урон накладного стрияда бля ну это ахуеть вампирский блять вампирский бляну 10 урона а что если его использовать как шот ну типа под финал так сказать для каждого солнечного света увеличивают урон на 2 бля так подожди для каждого солнечного света то есть смысле для каждого солнечного света имеется ввиду в целом в инвентаре или как сейчас проверим вот допустим мы берем его урон какой 6 если так урон 8 а если мы убираем например и вот так вот урон 6 понятно только для его то есть это сколько на него света нахуярится так ну в целом 8 урона это лучше чем меч меч 7 этот 8 еще и с потенциалом бафа щит кстати тоже можно убрать так энергию надо конечно уже реализовывать это нам по-любому нужно броня нужна и шлем да вот так вот так это у нас тоже хотя подождите а если вот так вот сделать не тоже 8 все я просто перепроверил так пока так заменит с элементы брони по соседству и диагонали получает плюс один к защите это интересно вот так вот можно так сделать еще позади уничтожаются роза по соседству получает посадим к восполнению за можно применить один раз заход ну блять он энергию требует в целом нам по сути-то и вот эта хуйня тогда не нужна дает 6 регенерации возьмем хилку так ну и что-то с собой чтобы не мешало этому давайте необычное потому что он как бы подороже будет да но в остальном все это все дропы наверное хотя может быть до магазина дотерпеть блять пока забить на реализацию энергии давайте сделаем так сейчас просто мы на следующий уровень идем может магазин так на магазина не видно сундук сокровищами так нет сундук сокровищами еще рано сначала надо реализовать все говно которое мы набрали так до свидания нормально терпим все еще терпим но мы урон не получаем так что все заебись у него 13 брони его нет смысла пиздить въебем этому бля конечно вот это у нас хорошо что защита так простакалась это нам это нам да это нам да так рок изобилия внезапно здесь опа и вот эта хуйня блин это конечно ой так давайте дубину нахуй вот эту нахуй пока что если мы возьмем вот так вот так и так у нас получается уже здесь 9 урона на нем 9 урона так а он по соседству да то есть вот так вот чтобы это активировать так два работают на него у нас будет два рога изобилия получается так и по диагонали если нет почему нет по диагонали блять так ладно 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 пожадничать или нет еще в теории я могу хилку убрать я не знаю зачем мне ключ но я могу так конечно жестко блять затарить затарить себя разбудить чат чат проснитесь 25 еды дополнительно блять но я бы хотел это донести тогда мне придется убрать что то например вот это мы уберем это заберем энергию заберем вот это все нахуй тогда получается как то так а ну либо я могу дропнуть на самом деле заточку который два урона ебаных наносит хотя я могу заточку сделать так чтобы она наносила три урона ну тоже блять тоже как бы дам я в эту хуйню не знаю зачем я берегу блять хотя плюс один энергии это на самом деле жесткая получается так ключи в основном бесполезно заранта максимум суду но все равно хочу посмотреть так сокровище пока пока дам реген тоже пойдемте нихуя себе какой чел так это будет воровать мои деньги я никому не позволил воровать мои деньги ебать 26 папаша ты там не охуел ли ну че меч у нас пока ебет еще один ключ еще один ключ если предмет не в верхнем ряду предмет недоступен каждый ход дает три защиты если в верхнем ряду блять и урон плюс ну пока ладно нахуй все это пойдемте а ну даже регенится не надо вот торговая палатка блять наконец то давай в бауловом кургане но это нам до этого надо донести так чё бы заселить то давайте и так ключ нахрен продадим за каждый предмет по соседству увеличивает урон на 1 и при использовании 11 урона если казнить врага дает 1 золото но он стоит на применение ребята одно золото и одну энергию жетон энергии продавай да нет я за жетон энергии нет стоит он 35 ну вообще так то жестко но наверное нет так еды у меня нет сорян так но мы будем знать что здесь нужна еда ему если ему нужна еда имеет смысл теперь зайти в сокровище пойдемте ну вот можно ему рыбу скормить это все не надо пойдемте теперь к нему даже интересно что он за рыбу даст она же типа редкая блять да ты опять тесак обычный даешь блять ты конченый пиздец просто чел просто конченый я думал может быть там тесак даст какой-то знаете эпический за это а он блять опять тот же самый висок а расширение территории обеспечивает солнечным светом соседние предметы вот мы таким образом можем сделать 11 урона вот так вот 11 урона так а если так дам 11 урона 12 защиты накладывает ожог к свою защиту за каждую структуру плюс урон еще есть в теории мы можем это сдвинуть наверное походу энергии никогда не будет ребята походу энергии никогда не будет ну блин дает 2 энергии отнимать ну давайте возьмем это хуй с ним а а а а а а а если солнце вниз оно не даст 3 даст должно дать должно дать но здесь уже вот конец этого рана чем 17 брони мы сейчас стакаем ну чё хуя 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 все нормально мы его просадили так 17 урона я еще держу 15 но вообще изи на защите так ну и чё а а а так каску то уже скип все так пойдем это продавать теперь только я не знаю вот это надо продавать блять нет искра потерь просто как будто неясно может это квестовый айтем хотя квестовый наверно нельзя было бы продать а ну его нельзя продать так нам нужны еще дома ну и чем не с ним делать алё я хочу продать подожди как работает исследование вы можете исследовать предметы чтобы они появлялись впервые а значит теперь можете найти эти предметы подземелья продолжать узнавать что-то новое понятно блять только я не вижу где здесь исследование ёбаная библиотека ферма дом дом нам не хватает молотков ща может быть к пизде который исследует может быть ей дать предметы великолепно выключили вещь но я не думаю что здесь все есть текст который могу блять и чё и хули я вместе буду делать теперь есть причем с ним ходить буду а где квест приключением когда у меня когда они мне предложат то чё как вам игра чат как вам как вам игра как вам игра чатик так я так понимаю дальше у меня да все это появится поехали а мемы отключены никто не постит ну люди нет мемы не отключены просто это не день видосов сегодня очень нишевый стрим он так сказать сегодня стрим на которые на такие стримы короче как сегодня обычно приходит как-то говорится свои только вот на них и не приходят там как люди на видосы на видосы там может прийти там по 2000 человек там 1600 1800 там от видоса зависит ну там 1500 там говорим минимум в основном а на игровые стримы тем более на такие всегда приходит гораздо меньше людей они не такие естественно активные там это не сидят чилят и вот им немножко дам не до этого так пусть будет так качаемся лучше я вообще планировал спать пойти бы заебался блять один не набил а оружие по соседству получает плюс 3 урона в этом бою в этом бою а уничтожается за 10 сокровищ продается так ну динамит можно взять хилку а когда уничтожается блять его нельзя использовать эх опять дед наебали лану продадим так опять солнечный клинок грубо говоря так это можно продать будет для кого-то не каждого солнечного света увеличивать свою защиту на 3 дает бля вот короче можно сейчас на солнечном свете чё-то намутить динамит и хилка минус ладно опыт осторожно натягивать тетиву он становится на одно колено до меня дошли слухи что в это подземелье возвращается крыса говорит он ты из кургана ты должен присоединиться к нам да говорит он вести хорошие вести хорошие обязательно зайду он тихо защищаться к работе а это твой новый герой бля мечта можно было убрать на самом деле цель это гонки случайных щекопцы гераль при свой нахлад понятно терпим мы горим чат шесть урона так есть предметно не в верхнем так три защиты защита оружие по соответствии получает один к урону так вот это в принципе можно убрать сейчас надо подумать ну надо по-любому брать за так надо по-любому брать вот это вот это и вот это так так а потом вот так дает 4 защиты каждый ход дает 3 защиты включается сеть так понятно не защит наверное можно убрать так плюс урон сюда плюс урон сюда так у нас здесь девять странно подожди а за каждую угрозу в этом ряду бля пиздец хуйня так понял понял это наёбка для уёбка а он может быть только вверху окей тогда вот так пока что так хуйня какая-то вышла конечно как будто мы проебем добро пожаловать по игровой шоу тут же модеров нет я не знаю если сейчас модера у нас бросайте кубик вы можете остановиться в любой момент и забрать текущий приз но если превысить нас получите проклятый предмет легендарное оружие за каждую ячейку снизу урон на 3 за каждую пустую ячейку по соседству увеличит урон на плюса 1 по врагам за каждый предмет по соседству увеличивает урон по вам при использовании 12 урона так при использовании расходника по соседству дает 4 дни защиты при использовании дает 2 регенерации ловкости уничтожается так ну давай один хорошо раз два три четыре пять шесть блять давай шесть блять давай блять мне нужен вот эта хуйня я рискну давай 6 блять вам вывел проклятый предмет вы должны забрать его с собой иначе он заменит новые найденные предметы чтобы избавиться от проклятия нужно снять его или уничтожить предмет проклятие можно найти где угодно некоторые враги могут создавать проклятый предмет который появится над собой каждый ход создает матрешки в пустых ячейках по соседству жадность жадность фрая разгубила уебище блять меня наебал короче какой-то понимаете да блять и чё это теперь матки я вахуй короче это матрешка это пиздец так 7 урона нам похую получай пизды ой блять забыл дагер поменять так двенадцать семь терпим стилем некоторые расходники можно взять вне боя надо нажать на них прав внуку мыши а еще бывают предметы с док функциями пример носок можно перевернуть и он изменит свойства так что не верхней сточки должен быть а в нижней а а ой блять я с тобой запиздился и это урон попустил за каждую ячейку сверху но как бы одна хуй стена по большому счету а и солнечная рапира так фиксируется на два боя доносит 10 урона но мы хотим солнечное что-то сделать поэтому блять но мы походу проебали этот ран это все что я могу вам сказать мы проебали ребята это мнение проебали проебали ран цели блять матрешки блядской ой блять зачем я вам в защиту ебанул там вот это 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 нет это это 9 так а вот и эта хуйня который я ждал но блять ебучая матрешка нужен предмет конечно который уничтожит эту хуйню всю так теперь давайте думать что давайте думать подсказывайте так для каждого солнечного света увеличивает свою защиту на 3 для каждого солнечного света то есть но это по вот так вот так здесь мы сделали 8 урона также защита 3 пока так пока так хотя да вот так надо сделать так чтобы он там ролять начал понимаете там а там уже устроить вот как-то вот так вот блять ммм даггеры ёбаные так матрешки надо обязательно брать можно взять еще один предмет надо чтобы матрешки не плодились или взять защиту еще давайте защиту еще возьмем щит с дубиной нахуй уже пытаемся будем будем терпеть тогда торговая палатка я могу быть продать ему ебаные матрешки не хочешь купить матрешки есть предмет не в верхнем ряду увеличивает свою защиту мин с 1 дает одну защиту такти саке снизу получает 50 процент урона ух нихуя себе блять большое солнце еще одно есть надеемся на босса блять надеетесь дают напиток вот он нам бля 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 а проклятые предметы выкидывай они просто заменят одну ячейку при выборе предмета а блять я думал что понятно так какой-то петух на меня напал да и он еще яростный становится от так блять так 12 нормально а 12 как нормально я сейчас его ну ладно че делать 22 блять вебала му блять с яростью это пизда блять че делать все проебали проёб 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 всё всё проёб так ладно че от как вам игра так мы встречались понятно да 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 очень интересный сюжет мэтью мэтью ждет вас стандартных вылазках подземелья может снабдить вас уникальными стартовыми предметами в целом она прикольная но долго конечно она это она долго опа ебать смотрите под скрепами странное скористное место хранить много секретов так мы теперь это как его не она прикольная на самом деле просто долго это просто долго раскачивается но мне кстати нормально мне нормально вот посмотрели и хватит так чат чё дальше ААААААА!